Сегодня отношения Беларуси и Китая развиваются достаточно стремительно, однако 21 век – время точечного взаимодействия. Именно поэтому диалог между странами сегодня активнее реализуется через побратимские отношения регионов. Визит Брестской делегации в город Баинь – это еще одна ступенька установления тесного экономического и социально-культурного взаимодействия. Первый заместитель председателя горосполкома Вадим Кравчук заверил, теперь обоюдная работа будет более эффективной. Город Баинь – это наш город-побратим, совсем другие отношения, и уже они были у нас, были на экономическом форуме, они отмечали то, что экономический форум городов-побратимов и партнеров города Бреста дал новый виток, они почувствовали, они увидели, они видели непосредственно тех субъектов хозяйств, которые участвовали в выставочной программе, в презентационной программе, именно в презентационной программе. И мы постарались на экономическом форуме своем, побратимов, и показать работу субъектов хозяйствования, как на самом деле происходит, откуда берется сырье, как изготавливаются продукции. Брест интересен китайской стороне, как серьезный транспортный коридор. Особое внимание к контейнерным перевозкам посредством железнодорожного сообщения. Географическое положение определило Брест как город, связывающий торговые коридоры запада и востока. Здесь составы переходят с узкой колеи на широкую. Имеющаяся в областном центре материально-техническая база позволяет реализовать это направление в полной мере. Шелковый путь мы должны развивать и развиваем в данный момент. Наш транспортно-технический центр, в принципе, и заточен, и был первоначально построен, как железнодорожный порт сухой, и заточен под шелковый путь. Поэтому в городе Чэнду, где мы побывали в сухом железнодорожном порту, мы с ними намерены работать. На прошлой неделе было направлено им предложение. Но крепкие экономические отношения немыслимо без культурного диалога, в частности между учебными заведениями. Это сотрудничество будет развиваться через систему открытия центров культуры, как в Бресте, так и в Китае. Наша предварительная договоренность начать работу над положением в таких центрах и затем эти центры создать в городе Бресте. И дальше Баинь или Чэнду. Этот вопрос мы уже в ходе, скажем, рабочих каких-то обсуждений решим. Но это будет очень важный шаг в направлении сближения, сближения наших городов, сближения в широком смысле наших народов. И это, конечно, даст и торгово-экономический эффект. Потому что мы станем ближе. На самом деле наша культура, наша история им очень интересна. В перспективе развития туристической составляющей, обмен опытом в сфере образования. В рамках визита Брестская делегация посетила одну из местных китайских школ, где активно развивается робототехника. Причем демонстрации обучения проходят с малых лет. Несмотря на большое расстояние, которое разделяет Брест и Баинь, сегодня они побратимы и имеют все шансы для того, чтобы вместе работать на мировом рынке. Готовить квалифицированные кадры, сотрудничать в вопросах культуры и искусства.